друзья привет раз всех приветствовать на канале алекс дозор и сегодня у нас немножко необычный обзор все привыкли что у нас аудио гаджеты последнее время но я еще раз повторюсь канал затеивался когда-то как вообще техноблог но я ушел в аудио с головой и поэтому канал стал аудиофильским но немножечко всяких других видео распаковок там в первых впечатлений может быть каких-то вот поверхностных обзоров то что у меня получится сделать я все равно хочу на этом канале пропускать поэтому сегодня скорее всего суббота точно не знаю когда этот ролик выйдет но планируются такие ролики по субботу я не в той футболочки не в субботней но сейчас поймете у мамы был день рождения помните вот ссылочка сейчас на ту распаковку которую мы как раз снимали на мамын день рождения кто не помнит и мы все есть кинулись деньгами и потом я поехал за деньги купил ей новый телефончик новый телефончик это motorola moto g9 плюс у нас у всей семьи motorola я как бы немного фанат этого бренда поэтому как бы все одеваемся в него вот ну что ребята давайте заглянем сюда брали мы цитру сюда видите судя судя по пакетику там даже чеш в пакетике вот такая вот карабулька давайте как сделать сначала мы распакуем оп вернали почему же всегда верх ногами 2 дубль и там тоже было верх ногами мы ее распакуем а потом посмотрим я постараюсь как бы как-то по-умному по красивому видео там врезать фотки с этого телефона еще что-то ну в общем что смогу то покажу а там не обессудьте назвать это обзором сильно не получится но как бы распаковкой и впечатления да вполне себе такой получится у нас видосик погнали наши городских вот такая большая коробочка ну и телефон не маленький у меня папа как увидел у него восьмерка а теперь тут я с ногами стоечку задел все как положено у него 8 плюс это зачем маме такой большой должен наш мама начинать знакомство так сам телефон у нас дам с большими телефонами до этого у нее redmi 6 будем продавать вот такая вот у нас здесь такой конверт под ложечка скажем так с шпилечка в магазине мне это дело раскрывали показывали но я толком даже не смотрел что здесь может быть не так уже кстати больше недели прошло как этот телефон и вот я только до него добрался вот как бы юридичная информация техника без пеки ну вот такая вот бумажонка педалевидная мануалка вот такой вот юзер гайд как включить как 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 все дела но это сюда мы понимаем что это все просто бумажонки вот такой вот блок питания а ухты вот джиша ну да видели как на айфонов теперь слава богу хоть положили топ-сина топ-си топ-сина топ-си опять заговариваться нашим ужас нормально выговаривал да это реально в нашей семье что-то новенькое кабель к сожалению не сильно длинный но вот так и вот так по моему разницы в нем нету да я сейчас вот был дико удивлен ну будем жить по-новому мама теперь самая продвинутая все как больше ничего здесь нету а нам больше в принципе ничего и не надо ну давайте вот как бы тут посмотрим что у нас 64 мегапикселей камера он какой-то найдешь визе он с ночным видением что ли получается или что это она поправьте меня пожалуйста кто специалист в этих делах я вот просто тока держу и и еще ни в чем не разобрался не смотрел не читал ничего и вот он там телефон телефон экран мы еще по экрану стеклышко мы еще даже не заказали вот должны были а вот глазочек камеры видите сбоку отпечаток вот кнопка включения сенсор отпечатка пальца сбоку мне кстати нравится так ужины на moto z3 также я себе так хотел но у меня ага наверно он разряжен за все это время стоял под разрядился вот в таком вот чехле ну давайте мы с ним будешь силиконом то есть в комплекте с чехлом силиконовым под прилип по вот такой вот немал царапина испугался вот слот для sim карты вот он блок камер 4 камеры а давайте слот откроем раз уже ну впечатление будет я так понимаю не быстрым ну уж как бы ух ты такая интересная скрепочка вашу развиваются идут вперед хоть что-то что-то же должно меняться слот для карт памяти а он даже не спаренный здесь для одной симки и для да или нет даже большая симка они ну вот можно микросим написано 2 или спаренный короче говоря о испаренный то есть и для вот так и для карты или карточку памяти мы сюда можем поставить или же две карты как я понял это еще не точно я с этим сейчас разберусь а здесь памяти достаточно здесь по моему 128 гигабайт встроенной памяти поэтому ну карточка расширения памяти пока принципе не нужно так давайте я его пока под заряжу прочитаю что у нас тут за технические характеристики и мы вернемся к этому разговору уже чуть-чуть позже я изучу предмет скажем так досконально и поведаю вам о нем и друзья заряжен он был все в порядке ларчик просто открывался это я еще с такими фишками не сталкивался сенсор его надо зажимать он и кнопка и сенсор одновременно вот представьте друзья сейчас я его включаю на ваших глазах то есть это первое включение не считая там того что в магазине там и мы там толка мы не включали они вы достали показали вот так вот это выглядит вот так вот это звучит и ну показывается что дальше делать то есть пока мы не будем карточку переставлять да видите две сим-карты показывает показывает как это делается пропустить ага это у нас подключение вай-фай мы обязательно подключимся к вай-фай но не на камеру уж простите а то вдруг соседи смотрят мойка соседи если смотрите мой канал обязательно напишите а то я чуть вам свой пароль от вай-фая не отдал ладно шутки в сторону вот она наша тендочка кстати вот сейчас ссылочка на обзор на тенду и что игнорировать эти вы подключения телефоны вы не сможете войти в аккаунт восстановить данные хорошо это я далее пока игнорируем вот у нас тут афины 10 октября двадцать первый год сервисы принять ну в общем вы поняли да давайте я сейчас все это сделаю все это настрою поставлю приложение которым мы будем пользоваться для переноса данных из с мамоного старого телефона это redmi 6 вот сюда я покажу что это за приложение примерно покажу как она работает ну расскажу технические характеристики а дальше поедем дальше итак друзья замахался я с этой штукой раньше все было просто делал вот через вот это вот приложение все в этот раз что-то конкретно идет не так уже заколебался переснимать смотрите можно этим приложением ну вот этим мне показалось удобнее вот как бы три на выбор каким у вас получится ладно поехали кататься так это у нас получается сюда мы получаем это у нас отправитель и мы вот выбрали приложение и вот еще 54 штуки новых 8 64 старых и и и и и отправить открыть хочет qr-код ну давай хочет получим разрешен 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 что такое такой файк включен что как бы работает все вот погнала передаваться почему-то сеть без доступа в интернет позже наверно по bluetooth можно выбирать или bluetooth или или на вай фай все в общем как бы пока процесс запущен и так точно там же вверху была файл это самая линейка с фотографии ну все файлы все это можно передавать только если я начну открывать они начнут открываться и ну а я бы как бы не хотел чтобы сейчас это было все тут засвечен так поэтому этот мы закроем тут мы наверное яркость уберем пока что это дело происходит да так свет будет поприятнее и я вам расскажу технические характеристики данного устройства пока пока идет этот процесс а даже как и пока не идет просто вот по показываю само устройство и что здесь надо знать материалы корпуса здесь пластик габариты 170 на 78 и 1 и на 9 и 7 миллиметров вес 223 грамма цвет голубой и дисплей здесь размера 681 соотношение сторон 20 на 9 разделительная способность экрана у hd 1080 на 2 400 вот плотность пикселей здесь 386 и фронтальная камера у нас 16 мегапикселей глазок у нас здесь 29 миллиметров вот этот самый видите как вот небольшие рамочки небольшая камера и дальше что фронтальная камера у нас может 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 улажди вот и основная камера из четырех блоков тоже вот как вы можете видеть это 64 мегапикселя плюс 8 мегапикселей плюс 2 мегапикселя и плюс еще 2 мегапикселя вот такой интересный блок выглядит все это в принципе симпатично 4 блока камера автофокус есть здесь я фотографии видеосъемки тоже обязательно сделаю что-то приложу то есть я грубо говоря первый раз делаю обзор но не считая вот этого сейчас ссылочка всплывет был у меня там а на iphone так сказать в кавычках обзор не считая того это мой первый такой ну обзором это не назовешь просто видео впечатление распаковка как бы вот как как-то так вот так что постараюсь как бы что могу а там напишите в комментариях может следующий раз что исправить когда буду что-то подобное записывать что-то может добавить надо будет процессор здесь стоит от qualcomm snapdragon 730 g количество ядер 8 частота процессора здесь у нас два и два гигагерца и видео процессор адрео 618 памяти 4 оперативки и 128 своей слот для карты памяти вы видели вот и максимальный объем памяти который сюда можно будет вогнать это 512 гигабайт все все виды из этого самого связи 2g 3g 4g ну все как бы принципе стандартно вот такой вот аппарат bluetooth здесь 5.0 nfc присутствует аккумулятор на 5000 махов и что у нас тут ну разъем usb-c операционная система android 10 и комплектацию я вам уже показал как бы вот так а теперь давайте я покажу как он как он увидел и фото снимает ну что друзья продолжаем только что у жены спрашиваю как я там смотрюсь в кадре она говорит офигительно только до этого ты в рубашке был ну правильно у нас же суббота а это субботничная футболка а что там делала рубашка я честно говорю внизу попутал ладно возвращаемся к обзору нашего телефона moto g9 плюс до который мы подарили маме на день рождения может помните снималась в то время и распаковочка вот сейчас ссылка на нее и обзорчик на интересные наушники от кибир робин тоже сейчас сейчас вот скоро всплывет ссылочка будьте внимательны но и тогда мы вот собрались всей семьей друзьями там и не только ну и все подаренные деньги в бухали в этот в этот телефон за 6000 гривен я его купил это примерно там примерно там 200 с чем-то долларов 230 наверное вот примерно в таких таких суммах это уже была бешеная скидка сейчас там кое-где по еще каким-то специальным промокодом можно словить за пять с половиной а так вообще он стоил 7 но если что на 26 половина сейчас поделить надо римочка немного подросла доллар под упал ладно это все лирика и утрация сейчас и утрирование или утрация и таки утрировали короче говоря давайте шутки в сторону сейчас я вам покажу в как этот аппарат снимает и пока вы будете смотреть фотки вот началось временные определения будет легче потом выставлять вот и пока вы вот смотрите фотографии каждая фотография подписано где какой режим как бы как это было щелкнуто после фотографии пойдут видосики но пока я вам под расскажу за этот телефончик из юзабилити вот как бы за то время которое мама его поносила я его посмотрел по тоже как бы чуть-чуть поюзал телефон бомба почти 7 дюймовый экран там сколько 67 или 68 68 то есть ну классно немного неудобно маме после redmi 6 вот ну скажем так но привыкает еще купим сюда чехольчик книжечку закажем ей чтоб все смотрелось хорошо хватило его при интенсивных телефонных разговоров сейчас вот ну там просто сестра болела родила ребенка чуть раньше забрала много вот этих вот звонков переживаний всех этих дел интенсивные реально были ну то есть не по телефонным разговорам ну и без принципе без никаких там игр просмотров youtube вот просто работа и интенсивные звонки аккумулятора хватило на двое суток на два дня всем мы помним до аккумулятор здесь 5000 махов очень неплохой аккумулятор камеры как снимают фото вы вот сейчас можете сами судить очень мне понравилось вот это вот тема с датчиком отпечатка в пальцев вот и вот этим вот вот это внук прикольная кнопка и датчик отпечатка у меня у жены на moto z3 такая вот история только кнопки нет чисто вот вот такой вот сенсор ну про и про эти телефоны я тоже обязательно сниму ролики вот в скором времени сниму на z4 а потом как бы на совместные на сравнение о и вот это вот штука меня действительно порадовала ну прикольная такого такого вот нажимающегося сенсора не встречал по играм ну все как бы шут сверх какие-то серьезные играм игры ну то есть игроманские геймер геймера скажем так геймерского уровня ну сюда как бы никто не ставил если как бы вас что-то интересует ну напишите я попробую может поставить там посмотреть в какой-то из них прошу телефон этот семье уже всегда можно взять проверить а так как это мою как бы проба пера можно сказать первый мой обзор на смартфон ну как бы какие-то вещи может я не досказал обязательно спрашивайте так вот игрушки как бы ну которые нужны обычному человеку он вполне вытягивает греться он практически не греется если вот перегружать может сильно как бы не знаю телефон мне понравился очень сильно вот за слово не знаю паразит надо выкинуть из лексикона вот телефон мне понравился я им очень доволен и я может я уже думал себе взять подобный телефон если не найду под ну то есть модульного как я хотел но я все нашел и я надеюсь что в следующую субботу вы увидите ролик на него ну а сейчас что давайте посмотрим видео вы посмотрите видео а я скажу за экспертом и посмотрим как как нашему эксперту этот или так друзья а теперь по видео это вот обычная видеосъемка вот такая стабилизация вот иду на ходу вот так снимает денек у нас пасмурный с дождем не дождался я светлого денька сожалению ну вроде нормальная стабилизация иду не сильно быстро вот подуспоришь у как бы снимает вот так буду еще снимать на свои телефонный такой опасно серию moto z там у меня два force уже на два три play вот я 4 взял недавно и как бы постараюсь там потом вставит для сравнения вот так вот он увеличивает для сравнения постараюсь вставить солнечный день скажем так фотографии но надо дожить как каждый день новости вот как бы так он снимает ну а это макро макро режим вот как бы так он просто снимаем Снимает, но это, в принципе, не для этого. Давайте я подниму. Стешевелится неплохой, в принципе, тест для камеры. Вот так вот снимает макро. Ну, а теперь, собственно, фронталочка. Фронталочка вот так снимает, мало ли. Может, кому-то надо будет. В принципе, ничего так хорошо. Фронталочка снимает. В бороду видно все кучеряшки, завитки, все седые волосы. Да, вот действительно неплохо. Ну и видео в ночном режиме выглядит примерно вот так. Я вышел с темноты, чуть-чуть прошелся по свету. Ну, вот как-то так, это селфи-камеры. Ну и вот, ребята, с обычной камеры мы снимаем ночное видение. Тоже так немножко из темноты, немножко света, чтобы вы понимали. Ну, вот такой вот камерафон придумала Моторова. Вот как бы так это работает. Вот немножко на свет выйду. Ну, а теперь с включенным фонариком. С включенным фонариком это выглядит вот так. Тот же отрезок пути, та же дорога. Чтобы было как бы понятно, как он снимает, как стабилизацию держит ночью. Ну, вот как-то так. Ну, друзья, вот он наш эксперт. Был аудио, а стал видео и фото. Ну, или вообще телефонный. Давай. Кстати, звук в нем громкий, если что, достаточно. То есть, как бы вот хорошие динамики. Есть три с половиной джек, это важно. Которого звучит достаточно, ну, неплохо. Относительно для телефона. Звучит хорошо. Ну, если все-таки через какой-нибудь мало-мальский цапик, все равно будет лучше. Вот как бы такой аппарат. Как тебе? Только силиконку не грызи. А то придется маме новую силиконку покупать. Ах ты гадик маленький, гадик хороший. Сегодня сам выскочил из клетки. Сегодня аж рвался сниматься. Ну, вообще ему скучно немножко. Меня целыми днями дома нет. Уже на ребенком занято. А он в клетке. Ему общество надо. Он контактный. Ну, ребят, в общем, мои впечатления от телефона. Мне он понравился. Ну, маме мы бы как бы чепуху не купили. Не знаю. Ну, отец вроде как бы не сильно в восторге от мото G8. Я так и по нему трудно предположить на самом деле. Ну, может там камера не нравится или еще что-то. Но я, допустим, ну вообще любитель телефонов моторова. Такой фанат. Фанат старого доброго мото. И это еще не с тех времен, когда у них трубки были там килограммовые. Это с времен мото G3. Мой первый смартфон, который мне... Ой, я долго не хотел обзаводиться смартфонами бьющиеся экраны. У меня тогда жизнь буйная была, бурная. Бьющиеся вот эти все вещи я никак не хотел. И приобрел себе мото G3. Ну, в какой-то момент у меня его стырили. Ну, давно это было. Может как-нибудь расскажу, а может не расскажу. Поэтому, что это мало кому интересно. Все. Итак, уже налил воды под конец. Ребят, музыка была группы Engine On. Вот. Ставьте лайки. Я старался. Единственное, что обязательно задавайте вопросы. Потому что есть в планах еще на несколько телефонов. Ну, и дальше. Ну, то есть снимать. Если в руки попадутся достойные экземпляры, достойные трубки. Снимать на них обзоры. Потому что суббота у нас день вольного творчества. Вот как бы по субботам разные будут видео. Еще на часики планируем снять. На жены. На mosfet. Ю вторые. То есть как бы... По-моему. По-моему, да. Вот. Все. Всем пока. Всем добра. Всем пока. Всем пока.